Всех приветствую! Сегодня в нашем выпуске будет обзор телескопической обычной вилки. Мы сняли обзор про Rekon и Rekon, потому что это классика жанра, это эталоны вилок среди телескопов, и сняли обзоры всех продукций от компании Cannondale, потому что я считаю, что это одни из самых лучших вилок. Дальше люди задают вопросы про обычные телескопы, и мы сейчас будем снимать серию обзоров про обычные вилки, и начнем мы сегодняшние выпуски с той вилки, которая я считаю эталоном по качеству и работоспособности среди телескопических вилок. И вот такая штука у нас есть, Marzocchi 4-го года. Значит, в Rekon и Rekon используется та демпферная система, которая была придумана некогда компанией Manitou, и такая подобная демпферная система используется, естественно, в Manitou, RockShox и ряде других производителей, и это одна школа по демпферам. Чем можно выделить продукцию фирмы Marzocchi? Тем, что некогда эта компания делала первоклассные вилки для мотоциклов, и некоторые свои технологии, естественно, воплотила в велосипедных вилках, и все это произошло до тех пор, пока Santur не вмешался в компанию Marzocchi, и дальше она началась в Акханале. Если говорить про современные вилки Marzocchi, то там есть ряд конструктивов, есть ряд особенностей, есть ряд каких-то непонятных решений, и там каждый год, каждую продукцию нужно рассматривать отдельно. Но в реальности фанаты Marzocchi, те старожилы велосипедного мира, уважают эту компанию за то, что у них некогда был вот такой вот интересный продукт. Множество всяких интересных нюансов, и смысл заключается в том, что это отдельная школа, это итальянцы, это ребята, которые подошли к производству с каким-то непонятным душевным состоянием, чтобы сделать реально качественно, интересный продукт. Значит, повторюсь, что это отдельный сегмент вилок, его можно вот так выделить, и у него есть ряд отличительных особенностей, которые отличают вот эту штуку от всего остального. Собственно, если говорить про историю, то Marzocchi интересные вилки были в 90-х и начале нулевых годов. Это вилка 4-го года, MX-Comp. Многие считают, что это недорогая вилка, я считаю, что ее качество и технические характеристики таковы, что современные ребы рядом не стоят ни разу. Естественно, всех будет интересовать вопрос про вес. И вот вес вилки 1,8 кг вместе с якорем, ну, отпиленным штоком. 1,8 кг весит эта вилка, и это вроде бы много, но вес вилки – это не первоочередная характеристика. Первоочередная характеристика – это ее работоспособность. Значит, в вилке есть следующие настройки. Подкачка воздуха, но это вилки малого давления, то есть воздуха здесь совсем мало, и если мы спустим воздух, она все равно продолжает работать, потому что там есть стальная пружина. А вторая интересная фишка – это вот, собственно, вот этот регулятор. Это не блокировка, это так называемая настройка ЕТА. То есть при довороте вот этого регулятора мы нажимаем на вилку, и она не выползает обратно. Отпускаем, и она разжимается. Вот эта вот ситуация мне нравится гораздо больше, чем блокировка. То есть в случае блокировки вы поворачиваете регулятор, либо кликаете на монетку, в зависимости от версии вилки, и ваша вилка не перемещается вниз. При этом высота вилки остается точно такой же. В случае с такой регулировкой вы нагружаете вилку, и вилка сжимается. Блокировка используется в двух классических случаях. Первый из них – при езде по асфальту, по гладкой дороге, когда вам нужно избежать раскачки велосипеда, вы блокируете вилку, и когда вы едете по асфальту, если у вас сжалось вилка и перед велосипед опустился, у вас уменьшилась общая ваша высота, улучшилась аэродинамика. Вот такое вот преимущество будет при использовании такой штуки при езде по асфальту. При езде в подъем, тем более, если вы сожмете вилку и перед опустится, то у вас уменьшится угол, и расположение центра тяжести над велосипедом тоже изменится. При езде в подъем, естественно, если у вас вилка будет находиться на высоте, допустим, если это реба заблокировано, ваш центр тяжести будет перемещен назад, и вам было бы неплохо переместиться вперед, для того, чтобы педалировать правильно, как будто вы едете в той же самой плоскости. Поэтому вот эта настройка, мне кажется, наиболее удачная. Но производителям она не применяется, все-таки мне подсказывает, что эта вещь запатентована и используется только в марзочи. Так, значит, дальше разберем эту вилку, посмотрим, что находится внутри, и дадим некоторые комментарии. Для того, чтобы ее разобрать, вообще каких-то знаний и навыков особых не нужно. все в этой вилке сделано тупо и примитивно. Но простота конструкции сродни ее гениальности. То есть в этой вилке нет ничего лишнего, нет никаких лишних деталей, которые будут ломаться, и от этого тока выигрыш. Чтобы отгрузить топ-кэпы, нужно использовать 21-ю головку. И это, как бы, одна из отличительных черт марзочи. Больше 21-я головка нигде не применяется, кроме как в этих вилках, по моим наблюдениям. В этой вилке используются открытые масляные ванны, и масла там заливается довольно-таки много. Сейчас мы будем долго нудно сливать, потому что по сути масло находится в нижнем объеме в штанах. Обе ноги не имеют дна, как это сделано, допустим, в классических конструктивах у RockShox либо у Манитух в ихних дейферных системах. В чем фишка? Значит, мы, когда подкачиваем эту вилку, воздух, по сути, опирается на масляную поверхность. И дальше все давление держится за счет сальников. То есть, если сальники марзочные начинают уставать и выгонять масло, автоматически вилка будет терять давление. Но про сальники чуть попозже. Так. Здесь у нас сквозной картридж, поэтому приступим к разборке снизу. Чтобы открутить нижние гайки, нужно использовать 12-ю головку. В нашем сервисе используются обточные головки, потому что в некоторых случаях дропаут вилки мешает подобраться к гайкам вплотную обычной головкой. Одна из конструктивных особенностей этих вилок заключается в том, что направляющие штоки, которые перемещаются вверх-вниз, в котором прикручены гайки, проворачиваются при попытке их открутить. В этой ноге у нас стоит демпфер, поэтому гайка открутилась без проблем, он зафиксирован сверху. А шток правой ноги, где находится подкачка, в данном случае не откручивается, нам нужно его будет зафиксировать сверху. Либо есть второй гениальный ход, можно сейчас выкрутить полностью демпфер, растянуть вилку, слегка подблокировав эту направляющую, и пытаться дальше открутить. Наша задача сейчас полностью слить масло. Масло вытекает отсюда такого вот красивого черного цвета, и чуть попозже я расскажу почему. То есть масло всегда отсюда вытекает такой суповой набор всегда вытекает. И чем дольше морозочнее обслуживается, тем темнее это масло, и в некоторых случаях вытекает реально такой суп вообще в перемешку с алюминиевой стружкой, прям видно такие кусочки алюминия, но это не является каким-то таким вот хреновым прогностическим признаком. приходится совершать такие вот нелепые телодвижения, потому что мы вам рассказываем про конструкцию вилки, в случае, если мы делаем обычную переборку, мы в принципе сливаем масло, не заморачивайтесь, просто мы сейчас сливаем стаканчик для того, чтобы слить и показать содержимое этой вилки. это вот собственный демпфер, который отвечает за вот эту настройку гнита. Левая нога она сейчас пустая, и масло в принципе стекло полностью. так, создав небольшую нагрузку на растяжение, открутили левую капризную гайку, которая начала проворачиваться со штоком, и теперь можно слить, если что-то осталось, из другой ноги. дальше, в принципе, у нас можно снять штаны с ног без каких-то либо проблем, и вот весь наш конструктив вилки. с . . . . . . . Для того, чтобы вытащить содержимое из правой ноги, нужно снять стопорную шайбу. И вот эта вот деталь, которая находится в правой ноге, направляющая. По стенкам очень много размазанного масла. Значит, о чем я говорил в начале ролика. У этой вилки нет дна ноги и, в принципе, все, что вы накачиваете внутрь в полость, опирается полностью на масляную пленку, которая уже находится в полости штанов. То есть, по факту, внутрь в полости штанов наливается масло, наливается вот это немало. Вот такой мы объем слили непосредственно в стакан. На дно осел такой черный осадок. Часть еще, естественно, осталась внутри полости, размазана по стенкам и чуть-чуть скапывает с вилки до сих пор. 180 грамм масла используется в этой вилке. То есть, из 1800 грамм у нас практически 200 грамм масла. Если взять конструктив РЕБА, которая весит там 1650, она весит, там масло примерно грамм 100. То есть, в этой вилке масла в два раза больше и это, собственно, влияет на ее вес. Но, если говорить про надежность и работоспособность, то масло, которое налито внутри штанов, обеспечивает очень низкое трение, потому что башни постоянно находятся в масляной среде, ноги постоянно погружаются внутрь масла и трение на башни гораздо меньше. Это первая особенность этой вилки и эта особенность хорошо влияет на работоспособность и второе на ее ресурс. То есть, у нас ноги всегда находятся в смазанном состоянии. Если мы возьмем, обратим внимание, на конструктив РЕБА, то там в штаны заливается немного масла для смазки башни, которые находятся всегда внизу. И для того, чтобы они смазывали башни, нам нужно периодически переворачивать РЕБУ. И есть такая рекомендация, ну, либо смириться с ее износом. То есть, при интенсивной езде, когда мы едем непрерывно 100-150 км за день, через какой-то пробег, масляная пленка выбивается из пары трения башни к ногам, и ноги работают уже на сухую и значительно хуже. Здесь такого не происходит в принципе, потому что ноги постоянно окунаются в масло. Естественно, работает лучше и дольше ресурс. У нас вытекло черное масло, но это обеспечено вот такой вот примитивной конструкцией. Детали здесь не анодированные, простые, алюминиевые, и постоянно часть продукта стирания алюминия поступает в масло. И открытая масляная ванна этим и хороша, потому что продукт износа растворяется в большом объеме масла и практически не влияет на дальнейшую работоспособность вилки. Периодически смена масла, и все у нас будет хорошо. Значит, обращаю внимание на вот эту вот конструкцию. У нас в левой ноге, где находится регулятор, стоит стальная пружина. Она несущая. То есть часть нагрузки перераспределяется на стальную пружину. Чем хороша стальная пружина? Она дает линейную работу вилки. То есть в идеальном случае, конечно же, лучше ездить за стальной пружиной, где подобран правильно характеристики ее работы. Вилка будет работать линейно. У воздуха есть большая прогрессия хода. То есть в начале хода вроде бы хорошо и все мягко, но чем дальше вилка срабатывает, тем больше и больше нарастает прогрессия. Это такая конструктивная особенность воздушных вилок. Если вспомнить первые вилки, то можно обратиться к компании Fox. У них была серия Vanille, и, скажем, в 40-й Fox используются тоже стальные пружины. Вилки работают гораздо приятнее на стальных пружинах. Если говорить про эту Marzocchi, то у нас используется стальная пружина, которая компенсирует работу на очень легкого райдера. То есть эту вилку не нужно подкачивать вообще никак, если райдер весит примерно килограмм 50. Если райдер весит больше, то мы подкачиваем вторую ногу. И самое важное, что у нас в этой ноге находится стальная пружина, которая берет часть нагрузки на себя. В этой ноге находится воздушная пружина, которая тоже берет часть нагрузки. В итоге эта вилка симметричная. Если взять вилку РЕБА, у нас часть нагрузки поступает на воздух, а в той ноге, где находится демпфер, нога не воспринимает никакой несущей нагрузки. То есть вилка всегда находится в перекошенном состоянии и при работе ее немножечко перекашивает. Если говорить про жесткость марзочевских ног, то она довольно-таки высокая. Если мы возьмем точно такие же штаны от вилки СИД, то там движение пальца достаточно для того, чтобы сжать штаны. Они очень мягкие и нет никакой жесткости в этой вилке. В этой вилке жесткость гораздо выше и, соответственно, выше работоспособность в нагруженном состоянии при езде вниз, при торможении, при поворотах, при езде в грязи. Эту вилку меньше перекашивает и она лучше отрабатывает неровности. Вот такой вот конструктив. Сборка осуществляется в обратном порядке полностью. То есть мы сейчас установим обратно направляющие левой ноги. Стопорная шайба щелкивается без проблем. Дальше введем демпфер. И дальше, перед тем, как поставить ноги, я дам некоторые комментарии. В направляющих есть отверстия, в которых перетекает масло. То есть масло постоянно перетекает вверх-вниз, промывая продукт из носа. В демпфере здесь вот есть отверстие, которое тоже вытекает и вытекает масло. Внутри этой колбы, собственно, и происходит этот магический настройки и та, где при перекрывании демпфера он обратно не срабатывает. В дальнейшем нужно прикрутить две гайки, залить сверху масло и закрутить топ-кэпы. Все. Что еще можно добавить про конструкцию? Весь воздух, который дает на масляную поверхность, пытается вытеснить масло через сальники. Но это довольно-таки проблематично, потому что сальник в морзочи состоит из двух частей. Внешняя часть и внутренняя. Внутренняя, собственно, является сальник, а внаружи является пыльником по сути своей. И вот эта конструкция, по сути, представляет четыре ребра, которые огибают ноги и грязь через вот такую конструкцию внутрь поступает значительно хуже. И эти морзоческие сальники выигрывают у любых других сальников, у любых других вилок. Они стоят значительно дороже, но и ресурс бешеный. В этой вилке сальники менялись только один раз. И, как показывает практика, сальники работают на протяжении, ну, по крайней мере, минимум, все, что я видел, отработали сальники, это 8 тысяч километров. Некоторые ребята умудряются откатывать и 20 тысяч километров на одних сальниках. В других вилке таких ресурсов не бывает. В принципе, не бывает. Вот такая вот конструкция морзочи. Той морзочи, которая была сделана итальянскими инженерами. Сделана была грамотно, с умом. И это одна из лучших конструктивов телескопических обычных вилок. Есть другие конструкции. Смотрите другие наши выпуски. Не забудьте подписаться на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok